Привет, мой друг! Меня зовут Давыдин Калека. В этом видео я расскажу про то, что же я продал на ebay. На ebay я продал два лота. Вот они передо мной. По деньгам не очень много, но тем не менее, два лота проданы. Так, ну начнем с этого лота. Это Kent Turbo Super номера с 401 по 470. То есть там полный комплект Turbo, которые разложены, как говорится, по порядку. Классный набор. Вспомнить прошлое. Кто собирал всякие бубльгумы и так далее. Turbo, бомбимбомчики. Ну, какая-то девушка решила вспомнить. Либо просто ей понравились такие машинки. Вот она купила. Данный лот я продал за 18 долларов. Плюс 5 доставка. 23 доллара мне перевели. И вот буквально сегодня уже к вечеру я отправлю эти комплекты Turbo, которые будут стоить 240 рублей отправочка. У меня, если вы видели прошлые мои видео, у меня много разных комплектов Turbo. Целая коллекция. Ну, вот периодически находятся покупатели, которые у меня приобретают эти вкладыши. Старые вкладыши Turbo. Да. Такая была молодость. Такие были вкладыши. Кто может помнит, когда мы играли в эти вкладыши. Когда бьешь вкладыши, переворачиваешь их. Они там ложатся на ладошку. Кто больше перевернул, тот себе забрал. Я помню, в школе мы играли. Это было начало 90-х годов, когда каждый скидывается по вкладыши. У нас собирается там, я не знаю, там 5-10 человек. Ложится стопка вкладыши, либо по 2 вкладыша. После чего на ЦУЕФА камень, ножницы, бумага распределяется по очередности, кто будет первый бить. Ну, и кто, соответственно, дома тренировался. Он брал, бывали прям стопки такие большие. Прям вот так, хоп, переворачивал. То есть, если ты там перевернул какое-то количество, ты себе забираешь, потом следующие и так далее. Ну, я обычно проигрывал, потому что я дома не тренировался. Но, тем не менее, в конечном счете я все равно насобирал в свое время такие вкладыши Турбо. Ну, примерно по ним так. Здрасте. Так, ну, ко мне зашел покупатель. Я немного отвлекся. Ну, по Турбо я рассказал. Давайте перейдем к следующему моему лоту. Он тоже очень интересный. Это Sony Ericsson. Телефончик вот такого вот плана. Т-10. Это очень древний телефон. Начало, наверное, 2000-х годов. Здесь у него еще была крышечка. Она вот так открывалась. И ты разговаривал по телефону. Понятное дело, она с антенкой. Это моделька. Тут у него в комплекте еще был запасной аккумулятор. Он, конечно, уже мертвый. Этот аккумулятор, я думаю, тоже уже мертвый. Даже не думая, я уверен, что он мертвый. Хотя на нем написано Made in Japan, Япония. Японский аккумулятор. Здесь написано Sony Ericsson Made in Ukraine. И написано Госсвязи России. Вот такой вот телефон. Понятное дело, я думаю, он не работает. Хотя все может быть. И вот такой его родной замученный, такой затрепанный чехольчик. Вот если вот эту штучку открутить, то мы увидим вот такую вот пружинку. Это антенка для приема этого телефона. Вот здесь, кстати, сохранилась еще родная сим-карта. Родная сим-карта. Сейчас я ее попробую вытащить. Вот так вот она выглядела. Там какие-то кружочки. Это ей уже, я не знаю, лет 15, я думаю, точно будет. Этой сим-карте. Это, я насколько помню, это МТС. Это у меня старый телефон, которым пользовались еще в древние времена. Ну, как говорится, как молодежь сейчас говорит в эпоху динозавров. В эпоху динозавров пользовались вот таким вот телефончиком. Ну, и когда-то он тоже был такой солидный и прикольная модель. И не так давно ко мне приходил мой друг Димон, который мне сказал, что на данной модели телефона слышимость намного лучше и в разы превышает наших вот этих современных телефончиков, которые мы любим использовать. Ну, понятное дело, что этот телефон заточен именно под разговор, но максимум еще под СМС. Да, это уже у нас андроиды, там, мини-компьютеры, там, и так далее, которые умеют очень много. Эти умели не так много, но они хорошо выполняли, как говорится, свою работу. И вот как Дима мне говорил, что слышимость намного лучше, как будто мы вот так сидим с тобой, тет-на-тет разговариваем. И вот такая вот слышимость была. Ну, я думаю, за счет антенны, может, еще за счет чего-то у него была вот такая вот хорошая слышимость. И, конечно, несравнимо с этими телефонами. Да, тут вы камеру не увидите. В интернет вы на нем не выйдете. Короче, вот такая вот модель. За сколько ж я ее продавал? Ну, в общем, выставил я ее за 20 долларов. Она у меня лежала с июня месяца, сейчас уже декабрь. И вот как-то мне человек что-то там делал предложение. 5, что ли, или 6 долларов. В общем, мы не сошлись по цене. Ну, и вот сейчас мне сделал предложение по этому лоту. Ну, там, понятно, еще доставка. Доставка не считается. Сделал мне предложение в 8 долларов. Правда, 8 долларов на наши деньги, это всего лишь 500 рублей. Конечно, маловастенько. Ну, и... Ну, и телефончик такой, не первой свежести, как бы. Как говорится. Ну, я ему сделал ответное предложение 14 долларов. После чего, как я понял, он заинтересованный. Сделал мне 10. Ну, я уже думаю, ладно. Так уж, как говорится, и быть. Забирай его за 10 долларов. Плюс доставочка. И вот он мне перевел денежки. И тоже вместе с вкладышами сегодня он полетит в нашу любимую, для кого-то и нелюбимую Америку. То бишь, в США. Такие два аккумулятора. Понятное дело, что этот дохлый, скорее всего, он выкинется. Ну, в лоте я сфотографировал, что на фотографии телефон, два аккумулятора и чехол. Соответственно, я должен буду отправить все это, как написано. Хотя, вот так это, наверное, будет мелкий пакет до 100 грамм. А так это уже будет больше 100 грамм. За доставку больше заплатить. Ну, как говорится, куда деваться. Такие лоты, да, немного заработал. Можно сказать, ну, совсем немного. Копейки. Ну, для кого-то копейки, а может и не копейки. Ну, как говорится, ребята, не так уж и много заработал. Да, там, может быть, там 400-500 рублей в общей сложности выйдет, если все сложится. И тут, как бы, эти же тоже вкладыши я не за копейки купил. Тоже у людей покупал, которые собирали эти коллекции вкладыши. Я прям покупал их. Ну, много, в общем. У меня и дома их много, и на работе тут у меня их много, эти вкладыши. И, ну, продал, соответственно, я, конечно, дороже, чем я их купил. На этом-то, как говорится, и строится бизнес. Ну, вот такие два лота я продал. Думаю, в ближайшие дни еще что-то продам. Как бы не без этого, потому что я иду вперед, не стою на месте. Увеличиваю количество лотов. У меня есть определенная цель по лотам. Ну, не знаю, какая, ну, по крайней мере, ближайшая моя цель, это полторы тысячи лотов. Сейчас у меня тысяча четыреста. Скоро будет уже полторы тысячи лотов. Ну, и следующая моя цель уже будет две тысячи лотов на ebay выставлено. Ну, и потом, конечно, есть глобальные цели, про которые я пока не буду говорить. По ebay, и к чему я вообще стремлюсь, и чего я хочу, как говорится, на ebay добиться. Ну, примерно вот так, ребята, на позитиве, на позитиве. Что мох рассказал, что под рукой было, рассказал. Машинки машинками, объединять тут нечего. Машинки машинками, можно только в пакетик телефончик засунуть. Чехол можно засунуть. Короче, всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok